Говорим сегодня мы про ароматы, про запахи, которые нравятся нам. У нас в гостях Оксана Онищенко, наш психолог. Поговорим о запахах в нашей жизни, как они влияют. Доброе утро. Здравствуйте. Обоняние связывает человека с внешним миром. Так звучит наша сегодняшняя тема. В действительности это так или нет? Много ли зависит от нашего настроения, состояния, то, чем мы дышим? Мы на самом деле даже не замечаем, как обоняние влияет на нас. И, на мой взгляд, обоняние, зная, как все эти процессы работают, один из самых таких сильных источников информации для нас об окружающем мире. То есть мы с закрытыми глазами можем, например, понять, какое блюдо перед нами поставили. Мы все хорошо приготовили, и не переберчили. Мы можем понять, как мы к нему относимся с закрытыми глазами. И мы благодаря обонянию можем сформировать какое-то отношение к тому, или к чему-то, да? Но оно может быть ошибочно, опять же. Да. И здесь возникает вопрос, почему мы так сформировали свое отношение, да, вот к этому. Но это все оправдано нашими внутренними процессами. На самом деле, когда мы вдыхаем, в отличие от животных, мы вдыхаем ароматы только те, которые смешиваются с воздухом. И они попадают на обонятельную луковицу, затем попадают в самую древнюю часть головного мозга, это переформенная кора, и благодаря ей мы запоминаем запахи. Вот именно благодаря ей мы способны помнить запахи. Но самое ценное, сейчас я закончу, это то, что эта переформенная кора является частью нашей лимбической системы. Лимбическая система, которая отвечает за эмоции, за регуляцию нашего поведения и за вот наше самочувствие. Бывает, попшикался чем-нибудь, да, и тебя отнесло на 20 лет назад. Ну, если этот аромат, допустим, долгоиграющий... Это вот того времени. Это самая лимбическая сила. Вот это было, да, вот я помню, там что-то произошло. Именно так работает, да, эта тема? Да, да, воспоминания благодаря вот этой вот переформенной коре, а благодаря лимбической системе у нас откладываются какие-то эмоции на тот или иной запах. Когда вы нам презентуете то, что вы принесли? Вот сейчас мы будем экспериментировать. Ну, что там будет? Запах доширака? Что мы будем делать? Ну, Роман будет вдыхать ароматы. А Иван вдыхается. Закрытыми глазами. Когда я буду давать аромат, нужно будет что сделать? Когда вы вдохнете его, постарайтесь глаза не открывать, вам нужно будет описать эмоции свои, например, отвращение или желание. Воспоминания, может быть. Да, воспоминания, это не эмоции, это мысли, да? Эмоции, там, тревога или возбуждение, да, появилось какое-то. И описать образ, который появляется, когда вы... А у Ивана будет сложнее задача. Я дам несколько... Ну, так всегда. Ароматы, они представлены в виде определенных... Там просвечивает, просвечивает. Да, в виде определенных предметов. И Ивану нужно будет определить по словам Романа, что он вдыхает. Ух ты что! То есть Ивану нужно будет что сделать? Отвернуться, чтобы он не видел... Хорошо. Взять вот эти вот карточки. Можно будет демонстрировать их зрителям, чтобы выбрали. А Роман... Такой ароматный крокодил. Да. Сейчас поиграем. Так, давайте. Что, закрывать глаза? Да, закрывайте глаза. Я подношу. Так, ничего, ничего. Эмоции. Я не знаю, что вы тут написали. А-а-а. Так, я могу даже сказать, что это. Но надо эмоции, да? Да, надо эмоции. Так, ну, достаточно приятные эмоции. Такое... Радость. Радость. Хорошее настроение. Образ. Образ? Что такое образ в данном случае? Поле. Я вижу поле. Так. Я вижу, как я босоногий. Бегу по полю в детстве и вдыхаю полной грудью аромат вот этой, ну, скажем, прямо травы. Так, Иван, можете определить, что это? Ну, у меня тут два варианта есть. Наверное, вот это. Что там? Или еще какой вариант? Ну, можете прямо показать. Он такой горьковатый, знаете. Горьковатый, Ваня. Горьковатый? Горьковатый. Не знаю. Ну, нет, ну, этот-то не горьковатый. Ну, для меня горьковатый. Хорошо. Оставляем либо это, либо это, да? Да. Оставляете у себя карточки. Я, кстати, не знаю, что это. Я знаю, что это в поле растет. Я даю следующий аромат. В поле растет. А-а-а! Почему-то очень приятно это уже вызывает эмоции. Хотя нет, если внюхаться, то уже менее приятно. Нет, вот сначала было приятно, потом как-то немножко некомфортно, потому что как-то чуть-чуть затхлый запах в конце. Сначала это как бы... Может, дело в коробочке. Может, дело в коробочке, да. Вначале это было что-то, знаете, связанное с какой-то атмосферой. Вот, возможно, где-то ты заварил себе какой-то напиток. И вот аромат... Либо добавьте в этот напиток, либо что-то такое, вот оно примешивается. Хорошо. Иван? Все не знаю. У тебя там сколько вариантов-то? У меня пять вариантов. Ну, много. Вот это? Или? Ну что, на каждый вариант будет или? Или что? Я ни разу не угадал. Я вот это не знаю, что такое, к сожалению. Пока он не попал. Я не помню, я не знаю, что это. Просто, возможно, слова прочитать не может. Давайте поменяемся. Нюхать все могут, а слова читать не все. Давайте третий вариант. Давайте третий вариант. Фу, очень неприятный запах. Вот это вот, наверное, я не знаю. Отвращение, да, такое. Фу, фу, гадость. Ага, а образ? Образ? Образ каких-то, не знаю, трущобы, наверное, канализация или что-то затхло. И где-то, не знаю, цветы в воду поставили на три года и забыли. А потом ребенок побежал, эту воду пролил, и ты думаешь, ой, как теперь все это вытирать и проветривать. Хорошо. Ну, я дал свой вариант. Я прав, нет? Да. Вот сейчас попали, прям попали. Можно говорить, что это? О, все, наконец-то. Конечно, подождите. Конечно, почему я не знаю, что это такое? Вот ты сейчас знаешь, что вдыхал? Нет. Ты сейчас вдыхал лекарство. Называется он ихтиол. Получают из смол, который образуется при газификации и полукоксовании горючих сланцев. Короче, это мазь от чего-то там. Типа мазь вишневского. Типа вишневского вот это, знаешь, аромат такой. Конечно, я думаю, что такое ихтиол? Отвращение ихтиол. Все. Хорошо, давайте последний аромат. Давайте последним. Нюхать? Да. Нет пока. А вот пошло. А-а-а. Это почему? Слушайте, это... Подождите, так вот это какая-то мазь. Но при этом это запах почему-то отдыха. Возможно, это запах... Ой. Остарожно. Другой страны. Или запах, знаете, какой-то вьетнамской звездочки, которую раньше наносили при насморке около носа. И она тебе маленько там прижигала все это. А образ? Образ. Вначале был образ отпуска, а сейчас почему-то образ медсестры. Хорошо. Переборщила с дозировкой, которая вот... Ну, это концентрированный, да, состав. Дайте мне послушаться, Роман. Ну, какие-то эфирные масла это были. Вот этот последний, дайте мне. Дайте, а главу. Я закрою. А я давай буду смотреть. И читать, что это. Ну, это... Ну, это вкусно. Вот и все. Ну, давай. Это вкусно. Ну, это вкусно. Это просто эфирное масло. Ну, его здесь нет. Ну, нет. То есть самая первая была сирень, что ли? Да. То есть первое, что не угадал Иван, это была сирень. Второе, это... А что я сказал первому? По полю лежишь и нюхаешь. А какой же сирень по полю-то? Ну, сейчас на сирень не похоже. Вот понюхай, дайте сирень понюхать. Это вообще не сирень. Это вот первое, которое было? А, прямо сирень. Простите. Слушай, ну, как ты не узнал сирень? Я с какой-то полынью немножко перепутал. Первая была сирень, я немного не попал. Второй аромат был, я сказал, масло льняное, а это кофе. Я кофе не угадал. А как ты кофе не угадал? Я ждал, когда ты кофемат скажешь. Слушай, здесь коробочка, мне кажется, примешивает. Ну понюхай. А с закрытыми глазами попробуй. А с закрытыми по-другому. Когда ты видишь кофе, ты понимаешь, что это кофе. А когда глаза закрыты, там коробка пахнула. Внюхаться можно. Я ждал, когда ты скажешь про это кофе, чтобы сказать, да, это любимый напиток Рома и так далее. Ну вот нет. Ну она-то не так преподносила, она как-то не мастерски тебе давала. Вот я сейчас нюхаю, и это не кофе. Старые зерна Онищенко. Значит, кофе был третий вариант у нас был. Потом был ихтиол, угадали, и следующее это лаванта. А масло-то льняное где? Ну оно есть. Мы не дошли, что ли, до него? Мы не дошли до него, но у него есть определенный запах специфический. Но мне кажется, оно не пахнет. Оно пахнет. Да, оно пахнет, конечно. Хорошо, так пахнет, значит. Оно пахнет такой... Рыбный жир. Рыбный жир. С закрытыми глазами оказывается запах-то даже знакомый, тебе не всегда угадают. Да, но сложнее описать. Тут не нужно иметь какого-то большого словарного запаса, потому что когда я слушал, какой это был последний аромат-то? Больница. А лаванда? Лаванда, лаванда. Мысли начинают, вот прямо мысли, слова, 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 и не знаешь, за что произойти, потому что круговорот такой. Мы продолжим уже не экспериментировать, а более детально говорить об ароматах, о запахах для человека через паузу. Оксана Онищенко у нас в программе, эксперт, психолог. Сегодня говорим об ароматах. Если совсем недавно мы не могли даже порой двумя словами описать то, что мы слушали, то, что нам Оксана принесла, так вот не стоит забывать о палитре так называемых слов от наших литераторов. Сладостный, грустный, волнующий, дурманящий, отталкивающий, пряный, родной, чистый, тревожно-навязчивый, приторный, вкрадчивый, знойный и так далее, и так далее, это все об ароматах, правда же, да? Да, конечно. Вдыхая которые можно как-то охарактеризовать. А есть ли такие запахи, ну вот бывает так, что человека раздражает, но он не может от них избавиться, ну не знаю, ввиду того, что он живет около завода, который пахнет резиновыми изделиями. Здесь как с собой договориться? Ну здесь, почему у нас появляется такая реакция? Потому что у нас вот благодаря той самой системе в головном мозге идет определенный сигнал о том, подходит тебе это или нет. И здесь, так как мы вдыхаем и получаем какую-то эмоцию, было видно, да, как сложно, аромат вообще очень сложно передать словами или чем-то еще, да, потому что вот вкус легче передать, чем аромат. Я вам хочу так сказать, дегустаторы, которые выпивают вино, коньяк, они описывают просто, поют дифферамбы напитку, да? Те, кто дегустирует водку, это единственный напиток, который описать чрезвычайно тяжело. Может, два мяса мягкое, там, не знаю, или тяжелое, да? Не знаю, ты не видел ни у статора поэта? Не-не-не, серьезно тебе говорю, то же самое и с ароматами, наверное, потому что бывают такие, там столько всего добавлено, столько смешано, что ты даже не знаешь, какой там главный ингредиент. С чего начать? Да, да. И так как ароматы у нас вызывают определенные образы и определенные реакции, при помощи ароматов можно себя стимулировать. И уже давно есть вот эта ароматерапия, да, которая позволяет так, сформировать... Расслабиться. Да, расслабиться, тонизировать себя, например, мята, она тонизирует, лимон, апельсин, они бодрят, там, не знаю, хотите повысить... На всех людей одинаково влияет, например, мята или лимон, или апельсин? Или есть люди, у которых совершенно иная реакция? Реакции у всех простроены практически одинаковые, вопрос только индивидуальной восприимчивости. То есть если мне этот аромат подходит, то скорее он на меня так повлияет. Если я его вдыхаю и мне не нравится, да, то есть тут мы говорим о переносимости какой-то, то скорее я не буду себя таким образом стимулировать. Да, и ароматами можно еще и корить себя. Корить? Да, ну, например, утреннее настроение или сексуальный контакт, даже иногда рекомендуется во время сексуальных отношений добавлять аромат в постель для того, чтобы потом, когда ты находишься за пределами, добавлять этот аромат, и у партнера появляется уже реакция определенная на тебя, когда ты находишься рядом. Такой фокус. Да. Но есть же еще и такие ароматы, которые, ну, как мне кажется, без них ты не можешь, правда же? Свежесваренный кофе, да, вот я раньше, честно могу сказать, сходил с ума от, значит, симбиоза кофе и сигаретного дыма, например, ну, это просто мне казалось всегда какого-то вверх совершенства. А знаете почему? Потому что тысячу лет назад, когда я был маленьким, к нам тогда из-за границы, но и сейчас тоже из Риги приезжал друг семьи, ему позволяли курить на кухне, да, и он, и варили кофе в Турке, да, и вот оттуда вот этот вот аромат, может быть, не совсем приятный, да, более того, не полезный, да, вот у меня такие воспоминания. Воспоминания детства, да, да. Что-то очень приятное, праздничное, интересное. И когда я слышу, я готов, я сейчас, и ушел, все, там мой запах, да, вот мне нравится. Ароматами мы поддерживаем какие-то воспоминания и тем самым поддерживаем какую-то свою внутреннюю реакцию. Но ароматы, которые мы воспринимаем с окружающего мира и которые мы чувствуем рядом с человеком, это совершенно разные принципы и работы. Есть дополнительная обонятельная система, которая воспринимает феромоны, которые выделяет человек. Феромоны, которые находятся и выделяются благодаря жидкостям, это потовые железы и другие. Это свой аромат личный. Да, да. И он неповторим. Да, он неповторим, как опечаток пальца. И от того, как пахнет человек, можно сказать о человеке. Так, ну-ка. Да, и здесь... Мы сейчас будем нюхать людей, которые ждут там у нас за день? Да, кто-то есть, да. И здесь вот появляется этот момент, да, мне человек почему-то не понравился. Вроде внешне так смотришь на ничего, да, ты начал с ним контактировать, вот это ощущение, что он мне почему-то не нравится. Ну, мне здесь же говорят принюхиваться. Я принюхиваюсь к человеку, присматриваюсь, да, равнозначно. Поэтому тут это и есть правда. Конечно, да. А все дело в биохимическом составе, который появляется внутри человека благодаря тем эмоциям, которые он проживает. Да, и соответственно... То есть злые люди пахнут одним образом, добрые другим. А можно это заглушить парфюмом? Этому можно придать определенный оттенок, но наш обонятельный рецептор не обмануть. Ты даже можешь создать... То есть мы проберемся сквозь... Да мы все равно почувствуем, да. Мы, может быть, не осознаем, но мы почувствуем. И благодаря этим феромонам мы друг друга распределяем по видам, под классом. И благодаря вот этой чувствительности мы выбираем для себя партнера, который поможет нам продолжить свой род. Ну, по-другому говоря, партнера, который не пахнет. Почему? Пахнет так, как тебе надо. Он может пахнуть, но ты не чувствуешь этот аромат, понимаешь? Не обязательно. Я понимаю, что, наоборот, чувствуешь, что тебе нравится. А вам нравится аромат у партнера, это... Ну, партнер же будет с годами стареть и пахнуть иначе. И менять свой биохимический состав. Да, конечно. Люди, когда болеют, они по-другому начинают пахнуть, да, или во время каких-то переживаний, там, стресс, во время агрессии. Партнер может приятно пахнуть, но когда он злится, у тебя прям отвращение к нему, да, и ты понять не можешь, почему. Да потому что у него внутри вполне возможно изменился состав, и тебе просто не нравится, как он сейчас пахнет. Как-то и все быстро происходит, тут же поменялся состав, тут же пошел другой запах. Конечно, во время злости у нас выделяется очень много норадреналина, естественно, он влияет на состав биохимический внутри нас. Это как в сауну зашел, и тут же начинаешь, да, и тут же... А во время болезни, что у нас с потом, выделяются токсичные вещества, естественно, тоже идет определенный запах, да. И вот поэтому здесь, если у меня нарушен вот этот процесс, да, восприятие феромоновых вот этих вот веществ, то я могу выбрать, например, не того партнера, и из-за этого появляются бесплодные браки, да, потому что я выбрала просто неподходящего для своего, там, продолжения рода партнера, и вот даже есть операции, которые вроде как это настраивают. Мы знаем, что есть люди, которые плохо различают цвета, а что касаемо людей, которые плохо различают запахи. Да, это вот как раз... Помогает ли им это в жизни или наоборот? То есть они, допустим, могут что-то не чувствовать, да, что чувствует большинство, или наоборот улавливать какие-то нутки, не-не, я не чувствую, что пахнет, а я чувствую. Да, или есть люди, у которых искаженное восприятие запаха, да, то есть пахнет не вкусно, а ему нравится это, да, и это тоже определенное такое нарушение. Конечно же, влияет на восприятие, потому что мы вспоминаем, что запахи, они нам помогают как-то себя даже сохранять, да, то есть отделить то, что для нас не полезно, ну, допустим, для тебя апельсин это полезно, а для меня нет, да, и через запах я пойму, что мне это совсем никак не подходит. Вот, и, естественно, это немного влияет в жизни человека, и, ну, это дополнительный источник информации для него и для того, как контактировать с внешним миром. Ну, и мы не раз в нашей программе делали эксперименты, когда коллегам завязывали глаза, давали что-то попробовать, и вот как сегодня было, например, рецепты разбиваются, это работает, правда же? То есть это можно сделать домашнее развлечение такое, взять известные полезные продукты, завязать своему папе глаза или брату и попробовать тот же самый апельсин, тот же самый банан. Маме и сестре, что-то опять мужчин-то представляют. В общем, поняли мы сегодня, что выбирать надо по запаху не только туалетную воду, но еще и партнера на всю жизнь. Спасибо большое, Оксана Онищенко была у нас в студии. Субтитры сделал DimaTorzok